Ну, рассказывай, как вы тут с Леной жили, поживали, да добра наживали? Да ничего. Нормально всё было? Как ты ночку спала, расскажи, ты не замёрзла? Нет. Не замёрзла ночку, хватит лоб ковырять. Она пошла спать, дома не спала. Кто она? Лена. Лена пошла спать, дома не спала. Дома не спала. А тут она говорит, потом она приходит сюда, я говорю, ну поспали. Она говорит, не спала. То один позвонит, то другой многое говорит, звонком. Значит опять Тонька, проблема с Тонькой. Не, она сказала вам. А бабы? Ой, баба, как мне тебя тягать надоело. Может, один друг позвонил. О, у Лены друг появился? Ни хрена себе. У Лены друг появился. Она сказала друг. Недолго плакала она, по смерти мужа своего. Если у Лены появился друг. Да не трогай я твою шапочку. Да одета твоя шапочка ровненькая, с ободочком. Не трогай я твою шапочку. Как вы праздник встретили. Как я праздник встретила? Да. А чего ты меня на вы называешь? Ну вы, не одни. А ты узнала хоть меня? Ну а чё я не знаю. Кто я? Света. Вот. Дегтярева. Дегтярева, да. Дегтярева Светка. Ну, когда Лена меня собиралась полдень давать, и она села только сюда. Это самое, звонок, кто-то ей стал звонить. А из-за Лены мне такой звук появился. Ой, как же она назвала? Ну, как ты старушкой называешь? А где моя старушка? И голос Ленин был. Так, ты уже мелишь одну херню. Ты знаешь, что такое херня? Ты знаешь, что такое херня? Ну, я ж пожалилась, что я послышала. Не надо жалиться, всё хорошо. Ты смотри, что я тебе принесла. Ты смотри, баба, что я тебе принесла. Сиди знаешь, какой праздник? Знаю. Вот. Ну, хоть он не наш. Он католический. Но всё равно праздник. Вчера они все сюда приезжали. Кто купался. Кто купался. Что ты мелишь? Давай ешь мороженое. Не мели меня. И не зли меня, пожалуйста. Ты моё психическое состояние. Спасибо. Пожалуйста. Ты моё психическое состояние знаешь. Мне лучше не зли. Лучше молчи. Так, рука эта не млеет. Она на подушечке, да? Да. И эта тоже не млеет. Не млеет. Всё. Ешь мороженое. Ну, где же ты, Лена, боядерки купила? Сейчас же боядерки нету. Это она тебе купила коровка? Нет. Щедрая коровушка. Ну, где же она боядерку нашла? Вот это да. Вот это фокус. Вот. А мою шоколадочку ты даже не скушала? Мою шоколадочку даже не попробовала? О, баба, ты вся в конфетах лежишь. Ты сладкая женщина у нас. Так, пошла я переодеваться. Я сегодня носки забыла. Сегодня мои ноги замёрзнут. В капроновых колготочках я хожу, баба. О-о-о. Вот. Я же ещё хочу замуж выйти. Вахали. Вот. Хочу ещё замуж выйти. Я ещё молодая. Мне 63 года. Так что капрон... Я не замуж. Капроновые колготки ношу. Ты даёшь добро выйти замуж? Даёшь добро. Да мы все даём добра. Лена тоже говорит. Хоть бы она кого-нибудь нашла, говорит. Что она говорит? Замуж не выходит. Даже Лена так сказала. Ну, Лена сказала меня раньше. Я уже молчала. Вот видишь, как все хотят, чтобы я вышла замуж. Одни только мои зрители меня ругают. Вот зрители, которые смотрят моё кино. Ругают меня и ругают меня и ругают меня и ругают меня. И я такая, и я всякая. Все желают мне добра выйти замуж. Ну а что, кто ж тебе, как говорится, плохого сказал про замуж? Замуж надо. Зрители мои меня ругают всё. Так, пошла я баба переодеваться. Так. Одену босоножки. Переоденусь я во всё домашнее. Кушай мороженое. Всё. Я думаю, тебе удобно. Лена, тебе бутылочку не ложила сегодня под ножки, нет? Нет. Тёплая. Вот такую бутылочку мы тебе ложим под ножки. Посмотри, какая она большая. Вот. С горячей водой. Так, добрый. Унесу я эти бутылочки на кухню. И всё. И буду переодеваться, и буду я с тобой. Унесу я эти бутылочки. Душа болит, а сердце плачет. А куст земной ещё упырит. А тот, кто любит, слёз не прячет. Хе-хе-хе. Там баба такую песню не пели? Нет. Вот, видишь, только я пою тебе песню. Так, сегодня в честь праздника тебе голодовка. Яйцо с хлебом и чай с пряником. Картошечки нет сегодня, баба. Кашки тоже нет. Сегодня голодовка. Да какая голодовка? Чайёк. И два яйца с чёрным хлебушком. Нет. Всё, я уже раздолбала их, глянь, у вас очки. Всё, ня-ня. Нет, ничего не меняется. Давай. Ой-ка, баба, как ты мне дурого. Локоть лежит. И так каждый день. Динделень, динделень. То тюлень позвонит, то олень. А недавно две газели позвонили и запели. А в умели вы с газели. Все сгорели карусели. Не галдели б вы газели. С тобой же баба стихами запрошу. Кусай, кусай, хлеба побольше. Потому что сегодня... Что, ты не можешь отломать горбушечку? Давай с яичком. О! Если мало подсолено, скажи, соль бесплатная. Баба, соль бесплатная. Ну, как ты? В магазине тебя бесплатно никто не знает. Так, жуй, не тарабань. Не спеши. А то меня зрители опять будут ругать. Что там? Ты не знаешь, что? Да. Дала бы сперва мне глотнуть. Водички, на. Попей хорошо воды, потому что ты после шоколадной конфеты... Все. Сто грамм у меня, баба, нема. Сто грамм, нема. Сто грамм хочешь? Нет. Еще дать? Все. Съела. Кто будет кричать, не кормите быстро, бабушка, она не успевает глотать. Так я не успеваю ее черпать. А бабушка так глотает. Все меня ругают, что я тебя неправильно кормлю. А вот и вон как глотаешь быстро. Ты, главное, хлебушка побольше в рот, чтобы было сытно. О! О, молодец. Вот так наша баба. И конфеты шоколадные пробует, и яйцо с хлебом. Правда? Ну, где же Лена Боядерки купила, а? Спроси-ка ты завтра у нее. Спартак линию убрал, а Лена Боядерки где-то купила. Вкусно, баба? Угу. О! Сегодня у нас голодовка. Так завтра Лене и скажи. Светка меня голодом замарила. Картошки мне сегодня Светка не сварила, скажи. Сейчас нормально. Позвратила? Ну все, последняя ложечка яйца. Два яйца ты скушала. Два. Все, больше нема у меня яиц. Сейчас чай с пряниками. На, ближай, хоть ложечку ближай. Все. Маловато? Или достаточно? Достаточно. Ну все. Жуй. Два яйца ты скушала. Чай с пряничками. Будем с пряничками? А какие яйца? Ой, вкусная баба. Дед Мороз тебе принес. Кому че, кому ниче. На. Кому через плечо Дед Мороз принес. Ты еще не проглотила яйцо. Прожуй. Прожуй. Все, давай кусай пряник. Может чай горячеватый будет, но... Пряник у селедки с вареницем. Пряники мягкие. Это в нашем магазине я покупала. В соседях. Магазин соседи. Теперь уже баба-гастронома у Нема. Это раньше были гастрономы. А теперь название магазинов соседи. Еврооп. Доброном. Пятерочка. Ауми. Веста. Теперь уже Нема такого гастроном. Идет жизнь к худшему. К худшему? Идет жизнь я к лучшему. Вот этот кусочек уже. Ну-ка, весело. Что это ты уже делишь? Кусочек пряничка. Я тебе сейчас еще один дам. Ты не думай, что ты одним пряником отделалась. Так не пойдет. На, вот еще один. Бледненький. Как с плена бежал. Пряник бледненький. Как с плена бежал. Уже сильно переслощенный чай, нет? Нет. Нет. Он не сладкий. Ну да. Это пряник сладкий. Пряник внутри с вареньем. Посмотри. Больше кусай. Больше. Больше. Пряник внутри с вареньем. Вот, сейчас 20 минут девятого. Будешь к 10 часам голодная. Без картошки. Каждый день привыкли к картошке есть? Как мне сейчас вот домой дойти? По твоей улице гребаной. По советской-то оно как бы выдуло. А тут мокрый асфальт. И он превратился в ледышку. Погода. Погода такая. Еще пряничка. Ну, давай. Ой, чашку чая ты выпила. 350 грамм чашка чая большая. А в животе бурчит, живот голодный. Все. Доброй ночи. Доброй ночи, мои зрители, мои подписчики. Доброй ночи. Сейчас 35.12. Я пришла от Маман. Вот такой у меня жор. Два кусочка хлеба. Котлета. Сальца. И два яйца поджаренных. Девочки, я так вкусно поела. Вы просто не представляете. Первый час ночи, а я все еще ем. Попила чай с тем вареньем, что сестра мне принесла. Вот, решила включиться. Сейчас загружу вам видео. Это видео про Маман будет. Девочки, объявился Гоша. Меня сегодня весь вечер тарабанит. Но так как он заблокирован, я не слышала его звонков. Я только услышала его звонок, когда он набрал мне с российского телефона. Первый раз он мне набрал 18.15. Пять раз. Я не слышала, потому что это был блок. Потом он мне набрал в 20.33. В 20.33 набрал мне четыре раза. Это того получилось девять раз. Так? Потом 20.36, раз я 20.33 с белорусского не подняла трубку, в 20.36 он звонил мне с российского. Когда звонят с российского, звонил он с российского, он же не заблокирован, у меня шел сигнал. Только он перестал сигналить в телефон, я заблокировала российский номер. 21.14 он набрал еще раз. Я трубку не подняла. 21.20 он набирает с российского, но он же уже заблокирован, у меня нет сигнала. И последний раз 22.55 он набрал мне с белорусского номера. 22.55. Это я еще была у мамки. Тарабанит весь вечер. Девочки, у меня страх. Почему человек так добивается? Надежды я ему никакой не подавала. Никакой. Мы ни о чем с ним не договаривались. Ни о чем. Мы ничего не планировали. Ни Новый год справлять. Ничего. Он просто сказал, ты дождись меня, я через 2-3 дня приеду. Но ничего не было у нас. Никаких намеков ни на праздники, ни на встречи. Я же вам рассказываю. Он когда подвез меня к дому, он говорит, ну что, пойдем пить чай? Я говорю, нет, мне некогда. Он говорит, я понял. Ну или я знаю, он ответил. И потом он мне так смотрит и говорит, я не пойму. Я, говорит, согласен. А ты, говорит, почему? Ну как-то вот так вот мне в глаза смотрит. А ты что-то нету. Он вот так вот сказал мне как-то вот. Ну короче, мы с ним попрощались. Я тогда ушла домой. А он и ехал. Я не пойму его настойчивость. Он мне сегодня позвонил 15 раз. 15 раз за вечер. Я трубку не подняла. То ли, но мне, понимаете, я первый раз в жизни ощутила страх. Я даже не ощущала страха, когда я влипла с тем подводником, с полковником. У меня страха не было никакого, потому что у меня была ответная бумага. Вот. А здесь мне страх берет. Вдруг он мне хочет набить морду за все. За то, что он высветился в интернете. За мои о нем рассказы, высказывания. Понимаете? И у меня здесь сделал страх. Я не знаю, что мне делать. Может быть, мне ему написать смс-очку, что не ищи со мной встречи, все такое. Ну, найду, что написать. Если я ему смс-ку не отправлю, я же не знаю, умеет он читать смс-ки или нет. Дело в том, что он в интернете ноль. Вот. То он завтра, наверное, подъедет к дому. Как хорошо, что я ему не показала, где мои окна. Как хорошо. Мне завтра надо будет предупредить Леню Голубка, чтобы он, не дай бог, ему ничего не сказал. Потому что мы когда подъехали, я ему Леню показывала, Голубка, Голубятню. Ну, все, вот это вот мы разговаривали. Я, девочки, боюсь, что вдруг... Хорошо это, если он мне 15 раз позвонил, что он хочет со мной встреча просто. А если он мне хочет морду набить за все? Я боюсь. Все, девочки, без 15 сейчас, сейчас загружу вам еще этот ролик и лягу спать. Потому что каждый раз я ложусь поздно спать. В ТикТок сегодня уже не полезу. Вот. Все, мои хорошие. Давайте, пока-пока, спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok